Сегодня мы будем делать арт-объект под названием электросвинья. Он посвящается всем тем киловатт-часам и джоулям электроэнергии, которые были потрачены впустую. Замысел простой. Подставка. На подставке находится свинья. Свинья подключена к электричеству. И видно, как свинья шевелится, как она потребляет электричество. Потребляет огромное количество электроэнергии и ничего не происходит. Ну, то есть электросала не растет, щетина не появляется. На объект меня вдохновила форма вот этой классической электророзетки, которая напоминает пятачок у свиньи. За основу свиньи мы возьмем вот этот расширительный бачок. К расширительному бачку добавим пятачок. Просверлим отверстие, поставим глазки. В качестве глаз будем использовать вот эти лампы накаливания. Лампы накаливания низковольтные и соображение безопасное. Если у кого-то шаловливые ручонки полезут глазкам, чтобы его не долбануло током. У этой емкости нам необходимо срезать вот эту полочку. Сзади у нас имеется фланец. Этот фланец мы закроем вот такой крышечкой. Ее посадим на резьбу, чтобы можно было отвернуть винты и снять для доступа внутрь. Мало ли что-нибудь приспечатать, сделать лампочки. Центр вот этой крышки врежем кабельный ввод. Из кабельного ввода пустим витой провод, который будет имитировать хвостик и подключим к электрощитку. Электрощиток у нас будет содержать вот такие электрощетчики индукционного типа. Мы их немножечко модифицируем, чтобы они показывали уже не настоящую электроэнергию, а мнимый расход. То есть вращались с огромной скоростью. Было видно, что электричество уходит очень много. По-настоящему мы это сделать не можем, потому что мы, понятное дело, во-первых, разремся на электроэнергии, во-вторых, непонятно, куда девать тепло, которое будет выделяться. И это очень интересная идея сделать обогреватель в форме электросиньи. Надо подумать над этой идеей. Основная работа по проектированию подставки электрощита уже сделана. Сейчас мы закинем файлики на фрезерный станок и пока режется фанера, займемся модификацией электрощетчика. Так, вот и наш электросчетчик. В чем заключается модификация для того, чтобы он вращался как ошалелый. Внутри у нас имеются вот такие штучки, механизм. У нас есть катушка напряжения, катушка токов, диск алюминиевый, в котором возбуждаются вихревые токи и заставляют его вращаться. Счетчик и вот такой электромагнитный тормоз. То есть магнит с магнитопроводом и в его зазоре находится алюминиевый диск. Вот видно, как у меня магнитится инструмент. Чем быстрее вращается диск в магнитном зазоре, тем сильнее возбуждаются вихревые токи и тем сильнее тормозит этот самый диск. То есть как только мы вот этот тормоз снимем, у нас ничего не будет мешать вращению диска и диск будет вращаться так быстро, как только он сможет. Кроме того, мы пойдем на такую хитрость. Мощность, которая считается, умножается на время, это ток, который через катушку токов и напряжение через катушку напряжения. Если у нас, мы не будем сейчас вдаваться в электротехнику, они перемножаются. То есть, грубо говоря, если у нас есть ток в 10 ампер, 220 вольт, перемножаем, получаем 2200 ватт. Если мы эту нагрузку в течение часа держим, то у нас он и насчитывает 2,2 киловатта часа. Но мы пойдем на хитрость. Мы ток через катушку токов пропустим от другого источника. То есть, 220 вольт у нас останется. А через катушку токов мы пустим, например, ток через галогеновую лампочку. 12 вольт через галогеновую лампочку мощностью 120 ватт нам даст как раз те же самые 10 ампер. И получается, что счетчик будет вращаться, как будто в него воткнули электрочайник. Даже быстрее, потому что мы удалим вот этот вот тормоз. А фактически мы будем работать на нагрузку всего в 120 ватт. Благодаря тому, что у нас счетчиков много, мы все катушки токов просто соединим последовательно. А катушки напряжения соединим параллельно. И тогда у нас 120 ватт нагрузки будет вращать сразу все 6 счетчиков, которые я планирую. Я за кадром уже вырезал ушки из листа металла. Сейчас я срежу вот эту полочку, зачищу краску, приварю ушки. И в принципе останется только прикрепить задницу с хвостиком и отправить это дело в покраску. Продолжение следует... 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 Сейчас нам необходимо закрепить свина Крепить мы его будем на такие пружинки Которые я купил в автомагазине Так как мне неохота такаить Мы будем использовать шпильки и алюминиевые трубочки У алюминиевой трубочки как раз внутренний диаметр Налазит на шпильку М6 Так как поверхность гладкая Она будет спокойно скользить в отверстие в фанере И ничего не будет разбивать В качестве двигателя будем использовать Вот такой прекрасный китайский синхронный электродвигатель С уже встроенным редуктором на 60 оборотов минут ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА